Крымские волонтеры Форум Крым экологичный, эко-пикник, эко-клубы – все это деятельность не только симферопольской команды волонтеров, но и ребят со всего полуострова и даже России. Независимо от территориального расположения, цели у них едины. Основные цели были выделены – это сохранение экосистем суши, сохранение экосистем морских, а также осознанное производство и потребление. Основное мероприятие из выделенных – это было на сохранение экосистем суши. Необходима высадка лесополос в Крыму. Не менее важный вопрос – переработка отходов. Кофе на вынос для многих ежедневный ритуал, правда, совсем не экологичный. Казалось бы, обычные стаканчики, но для того, чтобы бумага не протекала, производители покрывают внутренние стенки специальной полипропиленовой пленкой. К счастью, есть и другие варианты насладиться любимым кофейным напитком. В заведение я пришла со своей кружкой. Здесь мне гарантированно нальют в нее кофе. Интересно, что за сознательный отказ от одноразовой тары я получу скидку? Майка Плис – относительно молодое движение, которое обращает внимание общества на проблемы чрезмерного использования одноразовых вещей. Что так пагубно влияет на экологическую ситуацию в мире? Обмен одежды, а заодно обсуждение волнующих вопросов. Свод – так называется еще один эко-проект, где каждый желающий имеет возможность подарить ненужную вещь – альтернатива привычному нам шоппингу. Мы можем обновить гардероб, не покупая новую одежду. Мы предлагаем такую возможность нашим гостям. За два месяца работы кофейни мы провели два свопа, и очень было много людей на первом свопе. Не меньше людей посещают и дармарку – благотворительную акцию, куда люди могут приносить вещи. После они попадают на склад волонтеров Крыма и распределяются среди нуждающихся. А вот с книгами отдельная история. Есть книга «Обмен», которая называется «Букроссинг». Он действует по всему городу, и я надеюсь, что другие города Крыма тоже присоединяются к Симферополю в этой акции. Акция состоит в том, что ты находишь книгу, точнее, отдаешь книгу, отпускаешь ее в путешествие. Есть безопасные полки, которые укрыты от дождя, например, в кафе, в некоторых кофейнях по городу. Экопикник, тематические игры, просветительские семинары. Благодаря деятельности крымских волонтеров количество проектов только растет. А создание здоровой окружающей среды без отходов постепенно реализуется. Ирина Берилюк, Роман Ананев, Данил Захаров. Утро нового дня.